Маленький Бэмби появился в Ивановском зоопарке. Два дня назад у Лани, Альбиноса, Нюши и самца Амбассадора появился первенец. Теленок чувствует себя хорошо, питается молоком матери и уже спокойно гуляет по вольеру. Через две недели его планируют приучать к растительному корму. К сожалению, малыш в Иванове не останется. Его подарят в один из зоосадов страны. Два самца, несмотря на то, что они родственники, ужиться вместе не смогут. Беременность длится у них 7 месяцев. Гон осенью с сентября до середины декабря. Бывает, что и полностью декабрь. В это время, конечно, самец агрессивный. Планировали, мы, конечно, ждали. Могут теленка приносить каждый год. Но в прошлом году у нас не было. Это первый ее отел. В ближайшее время в этом же вольере родится еще один детеныш Лани, но уже у самки Миланы. Ее осенью прошлого года в Иваново перевезли из питерского контактного зоопарка. В августе пополнение будет и у семейства Яков. А вот белые львы Ники и Мартин, прежде чем задуматься о потомстве, ждут улучшения жилищных условий. Их просторные апартаменты уже почти достроили. Вольер получился в 10 раз больше прежнего, современный, разделенный на несколько блоков, крытых и открытых. Дело за малым, за декором. На одной из стен здесь разместят большое изображение родины хищников Саванны. Зоопарк у строительства такого красивого и удобного вольера обошлось больше, чем в миллион рублей. Вольер будет засыпан с толстым слоем песка, оборудовано несколько тумбочек, на которых можно будет лежать и, возможно, будет качель в виде бревна, на которой можно будет поиграть, покачаться. В летний период времени это помещение нужно будет, чтобы спрятаться от солнца, от жары. А в зимний период времени это для того, чтобы греться. Также будет оборудован теплый помещение системой теплый пол. Переезд Ники и Мартина запланирован на следующую неделю. Пока зубастые новоселы будут обживаться. А вот торжественная презентация вольера запланирована на субботу, 18 августа. В этот день за осад широко отметит День Льва. Старт торжеств в 12.00.